Костюмы в Руслане Людмиле для Руслана делались вот именно на Видова, причем, вы знаете, сложные очень костюмы, они связаны с металлом, вот его, особенно второй костюм, когда доспехи металлические были у него, и они, в общем, родилась идея этого доспеха. Неожиданно, знаете, я массу материала перебрала, пока нашла идею. Идея эта попалась мне случайно совершенно в одной из репродукций болгарских икон. Я сейчас так и не помню, что это, то ли это Георгий Победоносец, я сейчас не помню уже, кто это был, что это святой был изображен, но у него, понимаете, вот кольчуга, вернее латы, нигде подобного я не видела. Там у него, вообще во многих изображениях, почему-то художники это не используют, никто не использовал, но часто очень в этих изображениях, вот древних, так вот, 14 века, 15 века, где изображены воины на иконах, то у них сверх доспехов одеты ремни, такие целая система ремней, которые функционально необходимы. Потому что, оказывается, к ремню сзади шлем, крепится щит, крепится меч, и, мало того, завязывается плащ узлом. Плащ обычно легкий бывал, и он на одном из ремней завязывается узлом. Ни один еще художник пока этого почему-то не отразил в своих работах. Не могу понять почему, потому что это распространенное довольно такое изображение. И вот в этой болгарской коне, вы знаете, она была, там латы были, как вам сказать, основной их рисунок был, как бы на груди вот цветок из-под ремней был виден, и от цветка лучами расходились отдельные вот детали лат. Причем это вот для Руслана мне показалось очень подходящим, потому что человек все время в поиске, в борьбе какой-то. Вот это, как бы сказать, передавало вот образ стремительности какой-то большой. И вот я взяла это за основу, ну, конечно, переделала. И вот костюм Видова делался, ведь надо было, чтобы сдать заказ, надо все прорисовать точно. Каждую детальку делал этот доспех очень хороший чеканщик, художник Уткин, Олег такой. Вот каждая деталь вот этого головного бора, она делалась только симметричной, но она не могла быть повторена буквально, только в зеркальное изображение. Значит, все индивидуально ему пришлось каждую бляшку чеканить. Для Видова мы сделали специальную такую одежку, ну, как вам сказать, на которой можно было прорисовать все эти бляшки. И вот я на нем прорисовывала фломастером рисунок вот этих направлений бляшек, рисунок, размер, потом уже уточняла на столе, конечно. В общем, весь этот сложнейший костюм, в том числе сложный очень металлический шлем, делался с расчетом на Видова. Я уж не говорю там о рубашке, брюках, сапогах и прочем. И так получилось, что Видов был утвержден, и ждали, что вот-вот съемка начнется, уже времени что-то менять не было. И вдруг оказывается, что Видов не может сниматься. То есть просто группа от него отказалась, потому что время подходило съемки, ждать нельзя было. И стали искать, и быстренько нашли замену Козинца Валеру. Он милый такой паренек был очень. Но он намного больше Видова, шире, больше ростом. И поэтому переделывать костюм уже некогда было. И вы знаете, когда я вижу теперь кадры фильма, и вижу Валеру Козинца в костюме Олега Видова, у меня прям все съеживается. Мне смотреть не хочется, потому что я вижу, как ему коротка вот эта одежда, как все тесно ему. И он мучился ужасно, шлем. Я часто видела, как он в перерывах шлема этот мнет, буквально, чтобы где-то его не давил. Но терпел, потому что сниматься хотелось, естественно, в такой роли.